Что такое смещение позвонка? Очень много задаются вопросов в комментариях. Кто-то спорит, что такового не бывает. Кто-то говорит, что наоборот. Это правда и истина. Будем смотреть. Вот мы взяли спортсмена юного. И начинаем отмечать ему положение систых отростков. Специально он лежит. Я его только что вытянул. Чтобы никто не говорил, что он как-то встал специально или еще что-нибудь в таком духе. Итак, здесь мы видим, во-первых, резкое искривление в грудном отделе вправо. То есть от прямой линии идет отклонение. Вот настолько. То есть позвонок относительно продольной оси повернут. Два позвонка. Ну, выше шеи уже не точно получается, из-за того, что он лежит прямо на животе. Отклонение видим. Вот величина дегида. Дальше. Регулярность расстояния между истистыми отростками. Если вот здесь и вот здесь примерно одинаково, то вот здесь оно явно увеличено. А вот здесь явно уменьшено. Вот здесь снова начинает быть сколь-нибудь регулярно. Ну, вот здесь, в смысле, вот здесь я имею в виду. Вот здесь широко, вот здесь узко. Так всегда бывает. То есть какие-то части ушли в сторону. Дальше они разворачиваются и в горизонтальной плоскости, но если бы он стоял. В каких-то местах идет компенсаторный зажим. Дальше регулярность расстояний потеряна. То есть опять слишком большое расстояние. Опять слишком большое расстояние. Вот оно вроде бы уменьшилось. Вот. Какая величина расстояния здесь. Какая величина расстояния здесь. То есть если тут у меня не пролезает кончик мизинца, то вот здесь заберется указательный палец. При более тонком рассмотрении мы видим, что еще один позвонок отстоит от продольной оси. Вот он. Здесь в данном случае расстояние небольшое. То есть он отодвинут, и два его соседа как бы отодвинуты от него. То есть при оценке стоя мы видим смещение еще и третьего грудного позвонка относительно вертикальной оси. Потому что его соседи уже стоят в рове. Он сам. Подклонен. Если проверять пузырьковым уровнем, то что мы сейчас увидим. По проверке пузырьковым уровнем мы видим, что в принципе ту красную люнюю, которую нарисовал, это вертикаль. Вот эти вот отклонения сохраняются на тех местах, где они есть. То есть они для него постоянные. Таковой нестабильности здесь нет. Здесь имеет место жесткая блокировка. И что еще видно, это то, что вот этот вот позвонок, я не на виду на камеру или нет, но он конкретно торчит назад. То есть вот под ним образовалась кожаная складка, а он выстоит назад. То есть при всей его оказалось бы ровности, но он смещен в передне-заднем направлении. Значит, сейчас начнем сеанс мануальной терапии. И прямо после него, минут через 10-15, все это постараемся смыть. И уже другим цветом нарисовать ту картину, которая будет в итоге. Ну, прошло около получаса первого сеанса терапии. Смотрим, что по итогу удалось сделать с боковыми отклонениями. Сейчас я постараюсь поточнее рисовать, нежели в тот раз. Итак, что мы видим? Мы видим практически полное решение вопроса с боковыми отклонениями и гораздо более регулярное расстояние между естественными отростками. Тот позвонок, что при просмотре стоя торчал назад, вот этот вот, он торчит миллиметра на два меньше. Вот здесь. Помимо бокового удалось и верхнее, нижнее выравнивание. Но если он встанет, это будет, соответственно, передне-заднее взаиморасположение позвонков. Его тоже удалось поправить. То есть за счет того, что ребенок спортсмен не смог расслабиться, мы, в общем-то, выровняли ему позвоночник. Но это, конечно, не значит, что он прям таким останется. Нужно закреплять упражнениями, контролировать еще как минимум на одном сеансе и обязательно растягивать, потому что мышцы вокруг реагируют спазмом. Просто потому, что хотят удерживать то, что мы сейчас наблюдаем. В общем, лечение в ходу. Ну и как бы хорошо картина не выглядела. Лежа, стоя, конечно, нужно обязательно проверить. Поэтому я снова беру пузырьковый уровень и смотрю по положению крестцового выступа. В целом вертикаль позвоночника. Так. Ну здесь мы видим в грудном влево отклонение буквально на пару миллиметров от вертикали. Появившийся такой S-образный сколиоз, очень-очень маленький, связан с тем, что сразу не могут все позвонки быть друг с другом в согласии в своих суставах и хорошо скреплены мышцами. И при этом быть строго вертикальным. Это очень большая двигательная задача на мозжечок, на всю координацию. Очень большая нагрузка. Поэтому, как правило, между собой я восстановил связи, есть небольшое искривление. На втором-третьем сеансе это искривление уйдет. Во-первых, за счет того, что он будет делать упражнение на растяжку в частности. И во-вторых, за счет того, что тонкость координации во всей позвоночной вот этой системе она будет выше. Если он будет делать упражнение правильно, то будет полностью прямым. Ну, пришла неделя после правок. После второй правки как таковая вертикаль позвоночника выровнена, но вскрывается следующий слой проблем. А именно, разный объем мускулатуры слева и справа. То есть, если вот здесь квадратная поясница достаточно большая и широкая, то здесь, как таковое, вот здесь ее брюшко, вообще отсутствие, то есть оно не было накачано. Вот разгибатели одинакового размера. Вот здесь тело квадратной мышцы поясницы достаточно сильное. Вот здесь провал, то есть часть этой мышцы вообще не работает. Дальше. Волокна широчайшие. Здесь достаточно мощно контурируются. Здесь они как будто бы потерявшие тонус. Хотя на ощупь тонус мышц все-таки одинаков. То есть, что мы здесь видим? Тогда, когда было смещение позвонков, мышцы работали не симметрично. Теперь мы убрали смещение позвонков, но мышцу за несколько дней, за неделю не накачать. Вот сейчас задача реабилитации именно мышечной системы. То есть, для чего, собственно, и нужен отвес, упражнение, которые там показаны, ходьба и в перспективе бег. Потому что, вот он считает, что вот так прямо, я начинаю немножко вытягивать, и становится все-таки прямее. Хотя вот так вот опять немного искривляется. Это уже не искривление как таковое, это вопрос работы с мускулатурой. Прошла еще неделя после правки, то есть, где-то 2-2,5 от первого сеанса. В общем, видим вертикаль позвоночника полностью сформированную. Видим горизонталь плечей. Ситуация с мышцами почти выровнялась. То есть, если вот здесь вот тело широчайшее, то здесь вот такое. Преусловившись, что горизонтальный уровень выглядит примерно вот так. То есть, видите, да, что тонус по-прежнему симметричен, сила широчайшая растет, количество волокон, которые в работе, и плюс их сама мышечная масса нарастает, потому что когда-то она была всего лишь вот здесь, теперь она уже вот здесь. То есть, ну, фактически она выровнялась. Углы лопаток в целом. На одном уровне он, конечно, плохо представляет, где они должны быть. Они постоянно плавают, но в принципе уже начинают напоминать горизонт. Пропала конкретно гипертония трапеции. Верхняя выступ лопаток теперь наконец-то контурируется. Они должны вот эти вот ости выделяться, а мускулатура должна быть мягкая. Вот, наконец-то мы этого достигли. В принципе, это хорошая скорость. Так, никаких вот здесь торчащих позвонков теперь не наблюдается. вырезанных шеи и смещения. Нет больше никаких смещений. То есть, в целом, тело адаптироваться вертикально мы достигли, горизонтали приходят в норму. Ну, разумеется, еще немного упражнениями нужно поделать, подзакрепить, подровнять. Ну, в принципе, теперь мы увидимся на контроле где-то через 2-4 недели. И там уже должно быть все полностью идеально. Ну, контроли уже снимать не будут. Займемся чем-нибудь более интересным. Еще важно контролировать постоянно, конечно, позицию атланта. И тонус, вот здесь мускулатура. Ну, здесь позиция ровная. И тонус тоже ровный. Потому что иногда бывает, что все ровно, а вот здесь вот спазм. Но здесь, как таковых, спазмов нет. Позиция тоже хорошая. То есть сейчас изнутри это смотрится так, что у него тело полностью плывет. То есть он постоянно в таком микродвижении находится. Это и для взрослого, и для ребенка характерно. То есть тело, конечно, представляет, как должно быть. И все вроде бы на месте. Но как-то оно все еще неустойчиво. То есть я говорю, допустим, месяц после правки результат закрепляется. Ну вот, большая половина закрепилась, но месяц он все равно на это в итоге потратил. Ну и отлично.